Идея мне витала в голове еще очень-очень-очень-очень давно, даже, наверное, до 2013 года. Когда я, собственно, прочитал Тибетскую книгу мертвых, я даже не могу сказать, не вспомню сейчас. Но суть в том, что тогда я как раз делал, помимо музыки, первые эксперименты с аудиокнигой. И, в частности, я записывал такую абсолютно неструктурированную шизофреническую наркоманскую вещь, как книжки Стива Айлета. И пришла мне идея сделать полноценно музыкальную аудиокнигу по Тибетской книге мертвых. Которая так вот по сей день не была реализована, потому что я хотел это сделать как-то монументально и сложно для каждой главы написать музыку. И все время откладывал в долгий ящик. Тут я подумал, почему бы не записать это сейчас. Я обнаружил, что российский вариант издания озвучивало дохренища людей. Тот вариант, что мне не нравится их озвучка, это уже вариант третий. И тогда я подумал, как бы я писал, запишу Тибетскую книгу мертвых в украинском перекладе. Знайшов такого перекладача, там, Леся Дученко. Было видание этой книги мертвых. Это бардот хедо. И я стыкнулся с такой проблемой, шикарной просто, что цей книг нема в продажу. Никто вживаних книг на ЛЛХ не продает. В интернете в пирации теж нема. И я не знайшов ее и платную в каком-то стане, там, на якобы, например, я захотів полистать. И я стыкнулся с такой проблемой. То есть, какого дядька? Я хотел бы сделать аудіокнигу, но мне нечего ее не читать. Вот так вот эта идея уже, мабуть, 10 лет витает в моей голове. Спасибо. Спасибо.